В эфире информационная программа День города в студии Алена Кукулева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Ремонт мостов через реки Павловка и Листвянка привлек внимание прокуратуры. Легкие города нуждаются в уборке. Почему лесопарк превратился в свалку? В Старожиловском районе из-за паводка деревня оказалась отрезана от внешнего мира. Проблема рязанских дорог не перестает быть актуальной, даже когда их ремонтируют. И кажется, что светлое будущее с ровным дорожным покрытием не за горами. Как это часто бывает, исправляя одно, мы порой мудряемся сломать другое. В этот раз был выявлен факт загрязнения водоохранной зоны рек Павловка и Листвянка. Причиной этому стал ремонт двух мостов на Михайловском шоссе. Развязку на Михайловском шоссе построят в 2018 году. Дорога будет четырехполосной с расчетной скоростью движения до 120 км в час. Развязка включит в себя строительство и реконструкцию трех мостов, путепровода и двух крытых наземных пешеходных переходов рядом с автобусными остановками. Протяженность участка строительства составит 2 км. К строительству долгожданной развязки приступили. Сейчас дорожники перестраивают два моста на реках Павловка и Плетенка в районе окружной дороги. А между тем рязанцам забили тревогу. В межрайонную природоохранную прокуратуру поступила информация о нарушении природоохранного законодательства в результате строительства этих самых мостов. Как оказалось, местные жители вынуждены любоваться горами строительного мусора, теперь украшающего берега рек. Как показала проверка, в ходе строительных работ мусор, грунт и использованные строительные материалы не вывозятся, как полагается, а так и остаются на месте стройки. Тем самым не только портя весенний пейзаж, но и угрожая нанести урон экологическому состоянию рязанских рек. Данная информация о данных фактах направлена в органы контроля для рассмотрения по существу и принятия необходимых мер, по результатам рассмотрения которых будет дана оценка о наличии либо отсутствии нарушений режима использования водоохранной зоны данных рек. На самом деле, при строительстве и капитальном ремонте мостов нередко происходит загрязнение рек. И кажется, что в этом нет ничего страшного, ведь строительный мусор, в конце концов, это не нефтепродукты. И находится он даже не в воде, а на берегу. И тем не менее, последствия халатности дорожников могут быть очень серьезными. Особенно, учитывая тот факт, что за окном весна. Грядущий паводок и дожди могут смыть грунт в воду, что неотвратимо приведет к загрязнению водного объекта. Конечно, отразится это и на водных обитателях, и на экологическом балансе в целом. В особо тяжелом случае, говорят экологи, реки могут изменить свое русло и даже обмелеть. В администрации города на этой неделе пообещали очистить город от мусора до 1 мая. Сошедший снег обнажил больное и одновременно позорное место резания. Мусор остался лежать буквально повсюду. Особенно обидно, когда грязно там, где все есть для того, чтобы гулять и наслаждаться природой. Например, в городском лесопарке. Почему легкие города буквально утопают в мусоре, узнаем в следующем материале. В августе 1955 года было решено построить Рязанскую ВДНХ. Но участок под строительство был выбран неудачный. С высоким стоянием грунтовых вод почти каждый год это место захватывал разлив оки. В избежание потопов решили создать сеть подземных каналов, а луга на подступах к выставке засадить деревьями. Высаживали лесопарк на общественных началах. Возник он в середине 20 века по инициативе первого секретаря обкома Ларионова Алексея Николаевича. И по сути это его детище. Но не в этом уникальность, а в том, что каждое дерево именное. То есть оно посажено конкретным рязанцем. Такая всенародная стройка была. Спустя уже два месяца, в октябре 1955-го, выставку открыли. 22 выставочных павильона. Каждый представлял определенную отрасль народного хозяйства. Сюда везли на продажу молоко, творог, прочие продукты из деревень. А в лесопарк саженцы вязов и дубов из подмосковных питомников. Луга были сплошь засажены вплоть до Окида самой, до Орехового озера включительно. Были засажены разными породами деревьев. Но преобладал тополь, липа, осина, береза, клёны несколько видов было. Площадь, которую охватывает лесопарк сегодня, засаживали в течение шести лет. За это время рязанская ВДНХ оказалась нерентабельной. Закрылась и превратилась в торговый городок. Первому секретарю Рязанского обкома Алексея Ларионову сделали в Москве выговор за непрактичный проект. Количества товаров для таких больших павильонов попросту не было. А лесопарк столичные чиновники упустили из виду. Он и не стоил государству ни копейки. Но когда деревья подросли и укрепили своими корнями почву, Окские разливы практически перестали доходить до торгового городка. Но этот факт никто не оценил. Почистить русло, благоустроить, получится, ну, может быть, даже парковую среду создать реально. То есть из лесопарка превратить его в полноценный городской парк. И назвать его, кстати, Ларионовским. Потому что в этом году, в августе, исполняется 110 лет со дня рождения этого удивительного человека, который, ну, поднял Рязань, если хотите, на своих плечах. Как и сегодня, не ценят сами горожане лесное сокровище. Любимое место для прогулок и отдыха, занятия спортом, катание на велосипеде и роликах. Сейчас больше похоже на свалку. В любое время года здесь можно увидеть спортсменов на пробежке или играющих детей. Но растаявший снег оголил больное место парка. Памятник природы заварен мусором. Всякие бутылки, мусор, полно, слишком много. Хотелось бы, чтобы больше было природы, насаждений всяких. Смотрите, видите, от домов сколько. Ну как, почему? Надо, чтобы убирали. А кто должен убирать? Ну как это? Город? Грязно. Грязно. Надо убираться. Новый губернатор может примет какой-нибудь у нас этот шаг к уборке мусора из города. Даже хорошая погода и чистый воздух сегодня не радуют тех, кто гуляет в городском лесопарке. Из разных районов города люди приезжают сюда подышать воздухом. Не случайно называют этот лес легкими города. Два с половиной километра у нас до Орехового озера. И назад два с половиной. Как раз, чтобы быть здоровым человеком, надо совершать в день пять тысяч шагов. Вот эти пять тысяч шагов и предоставляют нам лесопарк, так сказать, с хорошим воздухом. Но сегодня лесопарк нуждается в реанимации. Правда, в администрацию уборку здесь планируют только через месяц. Просто-напросто закрепить за каждым предприятием советского района какой-то кусок лесопарка. У нас, например, ГУ есть, две тысячи человек учатся там. Приборный залог в советском районе. Они уберут это все за полчаса, если выйдут все вместе. И будет какое-то единение, какое-то общее дело. Собирать бумажки, заставлять городские власти – это смешно. Они должны решать более серьезные проблемы. Это благоустройство, освещение, санитарные уходы и так далее. Жители областного центра превратили зеленую зону в настоящую свалку. Бутылки, пластиковая посуда почти на каждом шагу. Собрать мусор и отнести до ближайших мусорных контейнеров, как оказалось, для многих задача непосильная. Да и они сейчас переполнены. А пока лесопарку остается только ждать уборки. И когда здесь, наконец, заработает правило – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Жизнь в лесопарке, кстати, не замирает никогда. Круглый год здесь гуляют и занимаются спортом. Летом открыт купальный сезон, зимой катаются на лыжах, а ранней весной приходят пребываться на разлив. Сейчас там действительно впечатляющая картина. Узкое место, которое отделяет аку от озера, орешек, полностью забрала вода. Можно видеть, как быстрое течение уносит лед, а озеро пока еще спит под крепким слоем льда. Такой пейзаж по достоинству оценили некоторые горожане. Они подъезжают полюбоваться природой на автомобилях вплотную к воде. Проезд сюда, кстати, запрещен. Об этом сообщают дорожные знаки. А некоторые вовсе по вечерам жарят шашлыки на берегу. Такой досуг здесь разрешен, пока не объявлен пожароопасный период. Лишь бы убирали за собой мусор. В Рязанской области в настоящий момент в результате весеннего половодия подтоплены участок автодороги и два моста. Вышедшая из берегов река Акам залила участок дороги в районе населенных пунктов Коростово и Заокское. В Старожиловском районе Рязанской области представители МЧС и правительства региона посетили отрезанную паводком деревню. Начальник главного управления МЧС Сергей Филиппов и министр региональной безопасности и контроля региона Андрей Глазунов встретились с жителями отрезанной половодием деревни Бутырки Старожиловского района. В мероприятии приняли участие представители администрации Старожиловского района и Мелекшинского сельского поселения и областных общественных организаций. Сергей Филиппов рассказал сельчанам о предстоящем пожароопасном периоде и мерах, которые жители деревни могут самостоятельно предпринять в целях охраны жилых домов. Он передал им два ранцевых огнетушителя, научил пользоваться устройством и пояснил, в каких случаях их применение наиболее эффективно. Есть возможность для того, чтобы вовлечь население именно и повысить их ответственность за безопасность как себя, так и соседей и территорий населенных пунктов. Жители рассказали, что они с пониманием относятся к весеннему половодью. Многие специально в это время планируют отпуска. В случае необходимости в любое время можно воспользоваться лодочной переправой. В свою очередь Андрей Глазунов отметил, что совместно с региональным министерством транспорта и автомобильных дорог прорабатывает план по строительству моста через реку Проня. В целом мы увидели, что глава района, глава поселения, мероприятия необходимые по минимизации и по стабилизации обстановки в случае необходимости выполнены. Сергей Филиппов уточнил список добровольных пожарных деревни Бутырки. Также он дал поручение руководству добровольного пожарного общества проработать вопрос привлечения местного населения в свои ряды. В целом считаю, данные населенные пункты обеспечены всем необходимым на период весеннего половодия. Сотни светофоров и камер бдительно контролируют и дорожную обстановку города. Сегодня система помогает раскрыть причины аварий и наездов на пешеходов. Полицейские непрерывно следят за ситуацией, а современные технологии позволяют увидеть номер автомобиля и даже лицо человека. Глава администрации Олег Булеков провел рабочее совещание по вопросам дальнейшего развития автоматизированной системы управления дорожным движением. Речь шла о перспективе дальнейшего внедрения системы АСУТа для увеличения пропускной способности, улучшения экологической ситуации и повышения безопасности на городских дорогах. На сегодняшний день такой системой оборудовано 26 светофорных объектов, расположенных на перекрестках магистральных дорог Московском и Куйбышевском шоссе, Первомайском проспекте, улицах Ленина и Циолковского. Благодаря внедрению системы АСУТа в Рязани сократилось образование транспортных заторов на основных городских магистралях, а также повысилась пропускная способность уличной дорожной сети Рязани. Развивать и расширять данные направления планируют и далее. Чтобы оптимизировать транспортные потоки и сделать наши дороги комфортные и безопасные для всех участников дорожного движения, было принято решение о дальнейшем развитии адаптивной системы управления дорожным движением. Наш город одним из первых ввел в эксплуатацию подобную систему регулирования дорожного движения, тем самым став примером. Гость из Вологды приехала в Рязань за тем, чтобы ознакомиться с нашей практикой работы АСУТ. Узнав, что у вас программное обеспечение светофорных объектов внедрена программа, у нас в городе решением администрации принято решение, скажем так, о внедрении той же самой системы для введения зеленых волн и разгрузки транспортного потока в городе Вологде. То, что как раз у вас это все сейчас и работает. Андрей Губин отметил, что в Рязани программное обеспечение не только управляет светофорными объектами, но и позволяет визуально отслеживать ситуацию на перекрестках благодаря наличию камер видеонаблюдения. Разгруженность дорожной ситуации налицо, к чему теперь будут стремиться и в Вологде, переняв наш опыт и развиваем сотрудничество регионов. В Рязани же в течение ближайших двух лет планируют подключить к автоматизированной системе управления дорожным движением еще 27 светофоров, тем самым сделав дорожное движение еще более разгруженным и безопасным. Смотрите во второй части выпуска. Автоинспекторов обучат практике медицинской помощи. Сотрудники антимонопольной службы рассказали об итогах года и сегодня в мире отмечают День сна. Одним из важнейших условий ровного экономического развития любого субъекта, в том числе и Рязанской области, является здоровая конкуренция предприятий. За такими отношениями следит антимонопольная служба и работы у сотрудников всегда хватает. Об итогах прошлого года рассказали представители ФАС на пресс-конференции сегодня. 16 марта 1937 года в составе НКВД СССР появился отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляции. За 80 лет отдел претерпевал различные изменения, но функционал сотрудников оставался прежним, разве что расширялся. И сегодня поздравить сотрудников управления отделения по борьбе с экономической преступностью и противодействием коррупции пришли главы различных ведомств – Федеральной службы безопасности, Следственного управления Следственного комитета и прокуратуры области. Служить в ОБХ СС считалось почетным. Работа крайне непростая и ответственная, и справиться с ней могли исключительно интеллектуальные и одновременно хладнокровные люди. В советские времена Розов всегда ОБХ СССР завидовал. Белые воротнички, что там 3-4 состава, сложившаяся практика, девки, водка, колбаса, закуска, все дела, никаких проблем. Но сегодня времена изменились. Составы стали другими. Деятельность, требующая большого ума, немалых знаний, не только в оперативно-розысковой деятельности, но и в экономических дисциплинах, в хозяйственном праве и многие-многие другие отрасли права дважды сотрудники. Знать, понимать, аначе удача не будет. Налоговые преступления и взятки, махинации – все это обширное поле деятельности сотрудников управления. Ее сотрудники не только ведут борьбу с экономическими преступлениями, но и решают масштабные задачи по недопущению представителей теневого бизнеса в структуре государственной власти. Активно противодействуют уходу от налогов и отрыванию денежных средств от этих преступных путем. В тесном взаимодействии полицейские борьцы с экономическими преступлениями работают с налоговой службой, органами местного самоуправления, следственными органами Следственного комитета, прокурорами и с Федеральной службой безопасности. Восемьдесят лет на страже экономического порядка. Долгая история отделения только началась. В век продвинутых технологий преступники стали хитрее, а схемы изощреннее. В ногу со временем приходится идти и этим талантливым и отважным полицейским. В Рязанской области работа ведется на достойном уровне, о чем свидетельствует досрочное присвоение звания начальнику управления Михаилу Лобанову. Подполковнику полиции Лобанову Михаилу Андреевичу. Начальник управления Министерской литератности Приказом министра внутренних дел России Колокольцева Михаил Андреевич накануне профессионального праздника досрочно получил звание полковника. Две недели назад в Рязанском политехническом институте открыли новый проект по профориентациям «Студент на один день». Старшеклассники могут прийти в ВУЗ, посидеть на лекциях, пообщаться со старшими товарищами, поучаствовать в мероприятиях ВУЗа и на один день почувствовать себя настоящими студентами. Учащийся подшеф на Хризанскому политехническому институту школ 39773 и 2-й гимназии, где открыты инженерные классы, а занятия проводят преподаватели ВУЗа, теперь имеют возможность головой окунуться в студенческую жизнь. Правда, всего на несколько часов. Проект ВУЗа так и называется «Студента на один день». Но если учесть, что жизнь в институте очень насыщенная, это лекции, дополнительные занятия, всевозможные мероприятия и просто общение, то, можно сказать, день, проведенный в стенах ВУЗа, дает полную картину настоящего студенческого бытия. Если ему нравится политехнический институт, нравится атмосфера, нравится, как преподают дисциплины, предметы, общаясь с вами здесь, общаясь с вами как во время занятий и участвуя в этих занятиях, так и общаясь вне занятий, они должны четко понимать и определиться, куда им поступать по завершению обучения в школе. Руководство школ целиком и полностью одобрило проект в виде, как загорелись идеи старшеклассники. По словам педагогов, особенно серьезно, они подошли к выбору дня, когда будут преподаваться их любимые предметы. Помимо образовательной какой-то нагрузки, она несет и воспитательную задачу выполняет, и профориентационную. То есть то, что нужно именно и нам, и детям, для того, чтобы выбрать правильно в будущем свой путь. Это интересный опыт, почувствовать себя студентом на целый день, понять, куда ты хочешь поступать. Нам дали выбор предметов, на которые мы хотим сходить, что для нас интересно, ну и помогает определиться в своей профессии в будущем, какое образование я собираюсь получать. Многие старшеклассников, уже побывавших в ВУЗе, и ощутивших на себе радушный прием преподавателей и студентов института, выразили желание после окончания школы поступать именно в Рязанский политех. Японское боевое искусство дзюдо в дословном переводе означает «мягкий путь». Не все могут сразу увидеть среди бросков и болевых приемов эту философию. Однако на этот раз она оказалась очевидной. В Рязани прошел первый всероссийский чемпионат под дзюдо среди медицинских вузов страны. С участниками соревнований пообщалась Анна Герцовская. Андрей Горлов – студент Рязанского государственного медицинского университета. С детства он занимался борьбой, затем был перерыв. И возобновить тренировки он смог именно в ВУЗе. В университете, да, у нас созданы все условия для этого. Недавно, раньше у нас был старый зал, недавно нам сделали в корпусе, в медпрофе новый зал. Очень хороший, оборудованный. Там с качалкой, со всем, то что нечего жаловаться. Все у нас классно. В ВУЗе действует секция самбо, одна из лучших в городе. Все развивается, и у нас даже были неплохие результаты. Наверное, года два назад мы занимали второе общекомандное место по самбо среди студентов, среди всех вузов в Рязанской области. Известно, что самбо и дзюдо похожи. Наши спортсмены использовали все навыки боевых искусств для выступления в этих соревнованиях и показали хорошие результаты. Первый всероссийский чемпионат под дзюдо – это показатель восстановления студенческого спорта. Когда вузы соревнуются между собой не в спартакиадах, где включены различные виды спорта, а по одному направлению, что, безусловно, говорит о развитии спорта среди молодежи. Для Рязанского государственного медицинского университета это не первый подобный опыт. Осенью прошлого года его студенты приняли участие в подобном чемпионате по плаванию. Ректор вуза Роман Калинин пожелал участникам, которые приехали со всех уголков России, и дальше поддерживать добрую традицию таких состязаний, а также нести идею развития спорта в своих учреждениях. В общении с участниками команды и с друзьями, в других городах выяснилось, что их медицинские вузы также помогают вернуться студентам к спорту. Я-то давно тоже занимался дзюдо, но некоторое время там из-за учебы, сами же понимаете, в медакадемии, в мединвестиции, чуть-чуть тяжело бывает учиться все-таки. Ну, хотя бы чуть-чуть стараемся быть в форме. А вот такие вот соревнования, это, честно говоря, очень даже хорошо, что вот так проводят. Не хватало, честно говоря, таких соревнований. Спортсмены приехали в Рязани из Ростова, Самары, Алтайского края и других субъектов страны. Находясь в Рязани несколько дней, они успели посмотреть город и пообщаться с нашей командой. Мы увидели много чего, вот красивые места у вас есть. Площадь победы. Площадь победы. По итогам чемпионата, кстати, дагестанские спортсмены оказались четвертыми в общекомандном зачете. Что касается призовых мест, третье место заняли спортсмены из Башкирии, второе – у Сибирского медицинского вуза. И что, несомненно, приятно, победителями стали рязанцы. Все спортсмены по итогам отметили, что в следующем всероссийском чемпионате они надеются увидеть студентов и других вузов, чтобы в еще большей мере почувствовать конкуренцию на татами и одновременно с этим пообщаться с коллегами. С 17 марта празднуется Всемирный день сна. Этот необычный праздник учредила Всемирная организация здравоохранения 9 лет назад. Врачи отмечают важность здорового сна и стараются привлечь внимание к проблемам, связанным с его нарушениями. Лозунг этого года – крепкий сон, забота о жизни. А что с ницеризанцем узнавал Валерий Седов? Сны на 17 марта сулят большую удачу. Если вы увидели буквы алфавита во сне – ждите новостей, и иероглифы – ждите приятной вести. Все люди видят сны. Примерно 4-6 сюжетов за ночь. Правда, не все вспоминают их на утро. Но иногда нам снятся совершенно странные вещи. И утром мы ищем в соннике, к чему привиделось варенье в нашей ванне. Словосочетание «к чему снится» становится одним из популярных поисковых запросов. Неудивительно, что специалисты проанализировали их и пришли к выводу, что в каждом регионе есть свои характерные сны. В Рязанской области популярны религиозные – со святыми, священниками и иконами. Также часто сны на эту тему видятся жителям Курской, Липецкой, Орловской областей. В Челябинской области людям снятся метеориты, а в Крыму – море, дельфины и волны. Сны москвичей – это метро, электричка и Святая Матрона. А в Санкт-Петербурге – метро, черника и клюква. Тигры снятся на Дальнем Востоке, там, где они водятся в реальности. А вот собака-кошек видят везде примерно поровну. Мужчины видят во снах около 70% мужчин. В то время как женщины видят примерно равное количество представителей обоих полов. Но, как говорится, страшно не сновидение, а его толкование. Зигмунд Фрейд читал. Чем более странным нам кажется сон, тем более глубокий смысл он несет. На этом все новости на сегодня. Завтра подведем итоги этой недели. А пока – хорошего продолжения вечера. Ипотека – 7,4%? Ипотека – 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». ПАО «ВТБ-24»